Доброе утро! Всем привет, друзья! Раз, два, три, раз, два, три. Не знаю, как меня там слышно-видно, но надеюсь, что всё хорошо. Я вчера очень долго сидел, пытался разобраться со всеми настройками, чтобы выйти в сегодняшний эфир. Всем доброе-доброе утро! Вижу, что у нас есть даже зрители, но посмотрим. Сейчас потихонечку должны, наверное, ещё подтянуться. Либо нет. Тут ничего не ясно, тут ничего не понятно. Первый раз всё, так сказать, пробую вживую. Не знаю, насколько оно пойдёт и вам, и понравится ли мне такой вариант эфира. Ну, будем пробовать. Утреннее шоу — это всё-таки такая сложная, непонятная традиция, особенно для людей, которые едут хмурыми-хмурыми с утра. Надеюсь, я смогу поднять вам немножко настроение в сегодняшнем эфире и смогу зарядить вас бодростью на, скажем так, весь рабочий день. Не будем загадывать про целую неделю, ну, хотя бы, хотя бы на сегодняшний понедельник. Вот. С нами товарищ Гусь. Он нас поддерживает морально и следит, опять же, за контролем, так сказать, контента, за качеством контента. Вот. Да. Доброе утро, Россия! В общем, вы, думаю, угадали отсылочку. Мой любимый фильм «Доброе утро, Вьетнам». Один из, реально, самых крутейших фильмов, какие я смотрел за последние лет, наверное, 20. Очень люблю его. Пересматриваю практически ежегодно, а ещё больше, собственно, вообще, как бы. На самом деле, там не так важен фильм, там охренительный просто саундтрек. Я его дико обожаю и с огромным удовольствием всё время смотрю. Вот. Надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Первые минуты пошли, там есть небольшая задержка стрима, понятное дело. Но, надеюсь, что всё хорошо. Вижу, что шесть человек. Ребята, доброе утро. Так. На самом деле, вот сегодня такой прям совсем-совсем пробный эфир, к слову сказать. В эфире лично я, наверное, буду около часа. Но я приготовил ещё, так сказать, продолжение трансляции, как на обычном канале. То есть, после того, как я закончу вот здесь вот яростно болтать, начнётся ещё, по-моему, на час пятнадцать целая трансляция. И сегодняшний утренний эфир я рассчитываю вообще уложить часа где-то в два. Не знаю, какой будет результат, какой будет фидбэк, но... Я попробую сделать весело и интересно. Плюс, во-первых, у меня есть что вам рассказать, что с вами обсудить. И самое главное, для тех зрителей, например, которые не поддерживают канал на Boosty, не следят там за новостями, часть материала, который появится после моей болтовни, например, будет уникальным вообще. Потому что он выходил либо только на Boosty, либо, по-моему, вообще нигде не выходил. Не помню точно. Пока ещё систему эфира я продумываю. Опять же, идея самого утреннего шоу, она у меня витает многие-многие годы. На прошлой неделе она на меня напала яростно ввиду ностальгии, потому что я нашёл выпуски подкаста, аудиоподкаста утреннего шоу прошлого года. И захотелось, в общем, мне повторить, повторить опыт. Плюс я что-то посмотрел на опытных дядей из других каналов. Там, например, вот у Дмитрия Юрьевича, этот, как его, вечерний излучатель, есть передачка, да, они запустили тут излучатель ТВ. Я посмотрел, прикольно заходит, людям нравится. То есть там идёт эфир как свежий, так и эфир старых передач. Потом что-то заглянул на свой канал, обратил внимание, что часть роликов, которые загружены там год-полтора назад, их как-то смотрят, ну, меньше. Просто народ не долезает до туда. Вот, и что-то я подумал, а почему бы не попробовать сделать там, например, часть эфира из этих роликов, точнее из фрагментов их роликов, а после эфира все ссылки на тот материал, который я использую, появятся уже под записью трансляции. И можно будет взять, попрыгать прямо на видосы. Если запись трансляции ещё нормально получится, я, может быть, даже попробую проставить, как их, ссылки указания на ролики. Если так можно делать в трансляции, не уверен, скорее всего, нельзя. Потому что чё-то, блин, режим трансляции, потом в записи, он крайне мешает жить нормально ютуберу. Я попробовал там вставить заставки, ещё чё-то. Можно поменять только переднюю, блин, заставку, а изменения, например, в конце, ссылочки проставить на ролики, вообще нельзя. То есть там нет такой фигни. И это меня разочаровывает. То же самое с подсказками там. А вот потихонечку мы и начали. Буквально 4 минутки я в сети, а уже в целом лично я почти проснулся. То есть голос у меня чуть-чуть хрипит, но я думаю, вы этого даже не замечаете. Так, 11 зрителей. Друзья, всем привет. Сегодня у нас такое пилотное шоу, пилотный эксперимент. Я не знаю, что у меня получится на самом деле, или не получится вообще. Я не обещаю это шоу делать ежедневно, там еженедельно, ничего не знаю. То есть сегодня это такой эксперимент. А там будем смотреть уже по опросам телезрителей, так сказать. Кто что оценит, кто напишет. Кто какие отзывы оставит. Потому что понимать вообще востребованность такого мероприятия крайне сложно. Ввиду того, что я никогда не занимался именно живым утренним шоу. Для меня это вообще по сути, по-моему, шестой что ли эфир в формате стрима. И третий на ютубе, или второй на ютубе, третий на ютубе. Вот. Пишите в комментариях, кто куда направляется нынче. Кто там едет на учебу, кто на работу. Кто просто не спит в такую рань и сидит дома. А если ты сидишь дома в такую рань и тебе не надо на учебу, на работу. Очень это подозрительно, что ты не спишь. Потому что я на твоем месте бы дрых как суслип. Вот. Потому что на работу мне через два часа. Уже даже через час сорок. И в целом... Да можно сказать, даже сейчас я уже на работе в формате ведущего. Вижу, что потихонечку народ еще заходит. Подтягивается. Это крайне приятно. Сегодня у меня на самом деле несколько интересных тем для разговора. Я сейчас попробую себе переключить вкладочку. Что бы я видел? Что бы я видел? Вот я вижу комментарии отдельно. И просто переключусь к себе на ленту заготовленных. Тем, о которых я хочу сегодня поговорить с вами. Немножко вам порассказывать. Пообсуждать. Послушать, возможно, ваши отзывы. Вальтер проснулся и сразу в ютуб. А как же утренняя пробежка? Во-первых, пробежка должна быть без доспехов. И пробежка у меня будет завтра. То есть коллега из... Ну, через подъезд меня подбил бегать по утрам. Соответственно, с утреца завтра я и отправлюсь бегать. Вот. Не знаю еще, как у нас эта тема пойдет. У нас тут отличный парк рядом построили. Будем там, наверное, мы с ним круги наворачивать. И завтра как раз займусь вот этим прекрасным делом. Пробежечкой поутру. А не выходить на всякие вот ютубы в утренние стримы. Вот. Так. Дальше мы будем разговаривать. Так, комментариев пока мало. Не вижу смысла затягивать. Скорее всего, все идет с большим довольно отставанием. Я постарался поставить настройки так, чтобы оно ничего не зависало. Вот. К слову говоря, я еще не понимаю, насколько я буду загружен по утру. То есть утренние работы. Вообще там работы, конечно, много. Но через где-то 45 минут, через часик, я-то как раз могу немножко отойти и поделать свои дела. Пока будет идти приготовленный заранее эфир из записей. Может быть, я успею все сделать и после записи я еще даже выскочу хотя бы на 5-6 минуточек поболтать. Пока не понимаю. Вот. Вообще сегодня, конечно, погода вроде как нас радует. Судя по тому, что я вижу, нету там пока дождя. Ну, если все так и будет идти дальше, я сегодня даже выберусь погулять. Не знаю, как вы. А я-то точно хочу выйти пройтись. Потому что мне сегодня предстоит весь день сидеть на заднице и работать. У нас должна была быть вечерняя съемка с Василием Михайловичем. Но у нас опять все переносится. Это у нас довольно частое явление. То он не может, то я не могу туда-сюда. И, значит, вечером я сегодня буду заниматься каналом. Мне нужно записать следующую часть для подписчиков на Бусти по Тевтонскому Ордену. Это, по-моему, пятая часть уже будет. При этом надо сесть. Такой сил такой записал. Сразу сделал монтаж и выложил. Буду именно так и работать. Плюс нужно записать еще несколько роликов. Может быть, записать пару шорцев. Последние месяцы они мне даются крайне тяжело. Не могу себя прям заставить их снимать. Снимать пустоту не хочется. А снимать хороший шортсет надо сесть. Приготовить текст на минуту. Сесть записать. Сесть смонтировать. Туда-сюда. И минутный ролик выходит сделать целый час времени. Хотя, конечно, да. Для канала они исключительно полезны. И их довольно много смотрят. Вот. Сегодня, кроме того, что в эфире мы будем болтать. Наш замечательный дружеский коллектив Алькантер. Наши товарищи хорошие музыканты, которые выступают на всех наших фестивалях. Предоставили мне возможность запустить их трек. И где-то в середине эфирчика, в середине болтовни. Мне нужно будет несколько минут, чтобы немножко просто выдохнуть и болтать поменьше. Запущу вам послушать их отличную музыку. И опять же, с хорошей картинкой. Там сделали запись живого выступления. Думаю, вам понравится. Ну вот. Кроме всего прочего, у нас есть несколько новостей. Причем новостей из разряда археологии. О которых я думал записать выпуск новости археологии. Но, возможно, в живом эфире будет гораздо веселее и гораздо интереснее их пообсуждать. Если вы задаетесь вопросом, почему я часто смотрю вниз, все очень просто. Потому что у меня здесь вот мобилка. И в этой мобилке у меня в списке там новостей. Тут же я запрыгиваю, смотрю в трансляцию, читаю комментарии. Потому что с моим фиговым зрением нормально комментарии увидеть на мониторе довольно сложно. Поэтому приходится туда-сюда прыгать и пытаться как-то успевать смотреть и тут, и там, и почитывать. Я вижу, что там приходит комментарий. Сейчас открою трансляцию и посмотрю. Вот. Так, сколько там у нас народу сидит? Народу сидит 13 человек. Неплохо, неплохо. Вот. И что у нас вышло? 10 минут эфира. Не так много, но и не так мало. И думаю, что где-то минутки через 2 можно начинать основную часть запланированного рассказа. Чтобы не утруждать вас просто моей утренней пустой болтовнёй. Вот. Так. Шоу, шоу, шоу. Сейчас будем смотреть, пробовать комментарии. Потому что что-то у меня не грузится. Нет, всё грузится. Отлично. Сейчас посмотрим комментарии. Да. Василий Михайлович вчера пил чай. Согласен. Вот. Он вчера был очень-очень занят. Вот. Значит, сегодня мы займёмся другими делами. Но опять же, сегодня с утра я с вами. И как видите, я бодр и полон сил и энергии. Так. Как у нас здесь? Здесь у нас тоже всё хорошо. Да. Там спрашивают. Запись будет, конечно же. Запись будет. Она минимум будет в формате Ютуба. Но на всякий случай я ещё запустил дубль у себя записать. Так точно ничего не пропадёт. Даже если вдруг трансляция зависнет. Потом можно будет взять и посмотреть в записи. Я проверю всё. И если вдруг что, закрою ту трансляцию, которая будет на Ютубе. И закину новую с моего компа. Вот. Ну, наверное, уже, правда, без нарезки эфира из эпизодов оставлю только живую часть. А может быть и с эпизодами накину. Потому что всё равно я выбирал материал. Многие, которые вообще никто не смотрел. Либо там просмотров 300-400. Ну, немножко было. Или это был материал там годичной даванности. В общем, то, про что стоит напомнить. Либо про что стоит заново рассказать. Ну, вот. О, к нам ещё подтягиваются девушки. Доброе утро. Доброе утро. Так. Вижу комментарии. Сейчас почитаем. И начнём разговаривать про всякое. Про всякое. Про всякое. Так, так, так. Куда ж мне тыкать-то? Я тут ещё пытаюсь победить технику. Иногда техника почему-то побеждает меня. Это прям такое. Такое. Да, к слову сказать. Вообще у меня с техникой дикая беда. В плане того, что я дикий человек. И мне крайне тяжело работать с техникой. Так. Доброе утро. Спасибо за ваше видео. Очень мотивирует. В 2013 году жил в Одинцово-Наговору. Но, к сожалению, пришлось переехать. Я бы с огромным удовольствием вступил бы в ваш клуб. Ну, что, дело-то хорошее. На самом деле у нас ребята из клуба. Они из разных городов. Со всей России. Вот даже с Хакасии есть, ребята. Так что ты напиши. Может быть, где ты живёшь, есть кто-то из наших одноклубников. И я вас сведу. Ничто не мешает. Так. 15 человек в эфире. Вот. Тут я ещё, к слову говоря, мы же... Ну, как же мы же? Я же заявил. Вот всё время у меня привычка есть из-за того, что эфир веду редко в соляк. Я привык всегда говорить мы, мы, мы. Потому что было и предыдущее большое шоу на протяжении нескольких лет, которое мы снимали. Это шоу по Вархаммеру, канал Архива Империума. Ещё даже живой. Там была здоровенная команда ведущих. И всё время я говорил мы, мы, мы. Такая уж привычка. Потом работа вместе с Василием Михайловичем. И там тоже нужно говорить мы, мы, мы. Потому что ведущих двое, как минимум, в кадре сидит. И вот здесь, на своём канале, я регулярно приглашаю людей разных. Но один рассказываю чаще. И всё равно про себя лично говорю мы. Забавная привычка. Вот. И на прошлом стриме, именно как в стриме вечернем. Задавали там, кто-то задавал вопросы про киношечку. Что можно посмотреть именно из сериалов современных, что действительно сделано качественно. Я вот вчера сидел, думал и повспоминал сразу там парочку сериалов. Но вот проблема есть в чём. То, что многие сериальчики можно смотреть там первый сезон. То есть, безусловно, если мы хотим какую-нибудь там средневечную тематику, мы, ну такую средневечную, немножко фэнтезийную. Мы возьмём что? Мы возьмём первый сезон Игры Престолов. Потому что он отличнейший. И вот Игру Престолов, первый сезон. Если у Вас есть возможность смотреть в оригинале, смотрите в оригинале. Там отличнейшая игра актёров как голосом, так и лицом. Отличнейшая матчасть. И хороший сценарий, что удивительно вообще. Другой сериал, который порекомендую и который тоже действительно очень хорош. Он прям вот безусловно хорош, но хорош в первом сезоне. То есть, со вторых и дальше там есть сложные вопросы. Это Человек в высоком замке. Тоже альтернативная история. Вот, и, ну, фактически выдумка такая. И основано это всё на книжечке Филиппа Дика. Человек в высоком замке. Вот, сериал, первый сезон, очень крутой. Особенно там по наполнению матчасти, по игре актёров, под подборик каста, вообще по съёмкам. Заставка там шикардосная. То есть, вот, один из хороших показателей, хорошего сериала, хорошего сериала, это качественная заставка. И далеко не у всех сериалов такая качественная заставка есть. Вот, Человек в высоком замке, прямо отличный сериал. Причём я весь сериал посмотрел в процессе выхода, когда он выходил, прям сразу смотрел. Первый сезон прямо топ. Там чуть дальше, конечно, есть вопросы. И есть, конечно, большой плюс, что сериал законченный. То есть, у него нету обрывания какого-то, он прям снимался чётко от и до. И сюжетную линию там закрыли, закончили. Закончили её неким открытым, таким, открытой закрывашкой, как бы, но... Ладно, не будем про это говорить. Если интересно, смотрите первый сезон. Хотя бы там серии 4, первая, посмотрите. Очень круто. Мне очень нравится. Опять же, в оригинале, с оригинальными голосами, оригинальная озвучка, без потери отдельных вставок, акцентов. Прямо ха-ро-шо. Крайне рекомендую. Вот, это два сериала, которые можно смело посмотреть первые сезоны, не испугаться и получить эстетическое и культурное удовольствие. Прямо хорошо сделано. Ну вот. Так, граждане, тишина пока в комментариях, но вижу, что у вас 15 человек, значит, вам всё-таки интересно то, о чём я болтаю с утреца. Вот. Ещё кто-то присоединяется. Доброе утро. Сегодня у нас 3 апреля. За бортом у нас немножко сумрачно, но погода в целом обещает быть хорошей. Сегодня обещают до плюс 8 градусов. Соответственно, зимние куртки уже точно можно прятать. Весна. Весна на пороге. А это значит для многих реконструкторов что? Приближение летнего сезона. А, летний сезон значит что? Значит то, что мы продолбали всю зиму и не успели дошить комплекты. Так что апрель месяц это последний наш шанс срочно добивать ништяки, которые нам нужны к поездкам в мае. Вообще, конечно, я думаю, что если тема утреннего шоу будет развиваться, выходить хотя бы в эфир несколько раз в неделю, то для того, чтобы хоть как-то наполнять это всё дело информацией, потребуется важная-важная часть, как новости, наверное, реконструкторского сообщества. Будем собирать анонсы фестивалей, возможно, трейлеры фестивалей, благо есть возможность это включить. И буду каким-то образом развивать дальше шоу. Естественно, я бы хотел, конечно, вещать часов по 7-8, но это физически довольно тяжело. С записями это, конечно, можно сделать. Вопрос пока в том, я ещё не понял, как, не научился технически, как налаживать систему эфира, чтобы это не делать длинный-длинный монтаж, а, например, 5-7 роликов с компа запускались просто поочерёдно после того, как предыдущий закончился. Ну, с технической частью я буду потихоньку разбираться, потому что сегодняшний эфир я такой сидел в пятницу, думал-думал, посмотрел, как начал работать излучатель ТВ у Дмитрия Юрьевича в субботу, в воскресенье. Такой, хм, хочу. Вот хочу. И в понедельник сразу резко забабахал такой эфир. Вот. Так, комментарии. Цепляем. Максим, а у тебя всё пошито, или ты каждый год что-то для себя доделываешь в последний момент? Я всегда доделываю что-то в последний момент. Во-первых, я шью не только себя. У меня есть оруженосцы, их аж две штуки, их тоже надо отшивать, потому что по условиям договора с ними, когда я их искал на проект оруженосцев, я обеспечиваю их матчастью в минималке. Но эту матчасть как бы надо тоже делать, развивать. И на самом деле, если тьфу-тьфу-тьфу, если всё получится, то в этом месяце появится отдельный небольшой ролик, где, собственно, два проекта оруженосцев, 19 и 21, по-моему, года, будут официально закрыты. В плане того, что ребята уже целиком дошиты. Они уже давно, на самом деле, со мной ездят, у них комплекты есть. Но вот прям вот последние три недели я их плотно дошиваю, дособираю, прям подгоняю, все косяки исправляю. И думаю, что мои два оруженосца, оба два, будут готовы к тому, чтобы их официально представить, например, в формате видео, как закрытие проекта 19-21 года, набор двух оруженосцев для себя любимого. Вот. И, соответственно, мы планируем в этом сезоне по возможности выступать именно в сочетании я и оруженосцы, а не как я выходил в составе пятерки, например, из клуба. То есть клуб сможет работать самостоятельно в больших бугуртах, в больших боях, а я смогу заниматься тем, что руковожу отрядом, а оруженосцы прикрывают мою тушку от того, чтобы я убился об кого-нибудь, сходу забегая в бугурт. Вот. Такая вот идея, такая задача. Доброе утро всем присоединяющимся. Утреннее шоу. Почему? Потому что я не придумал другого названия. Я выходил под названием утреннего шоу в эфир в прошлом году, в феврале. Три эпизода в аудиоформате. Можете зайти на Boosty, они доступны всем бесплатно. Открыли, смотрим, слушаем. Доступны ВКонтакте, в плейлистах. Не в подкастах именно, а в плейлистах. Там есть плейлист. Три записи доступны. Причем материал, который там, актуален до сих пор. Я переслушивал, собственно, на прошлой неделе. Даже закидывал что-то в телегу. Вот, собственно, можно послушать, посмотреть... Не, посмотреть нельзя. Там только послушать, это же подкаст. Да. Вот. Так, про сериалы я рассказал. Задумался я еще о том, какое кино можно порекомендовать. И вчера не смог придумать ничего, буквально, кроме фильма «Джокер» 2019 года. Обзор которого мы с Василием Михайловичем записали. Обзор аж на 4 часа. То есть там обзор-разбор. Кому-то он нравится, кому-то не нравится. Ну, обзор в смысле про фильм не знаю. И сейчас желающие могут подписаться на Boosty от 30RE. Можно заглянуть и уже отсмотреть 4 часа разбора обзора фильма «Джокер» с Хайкиным Фениксом 2019 года. С осторожным оптимизмом я жду киношечку от следующего года. То есть «Джокер. Безумие на двоих». Там присоединяется к составу Легги Гага. Очень-очень жду, но жду с осторожностью. Плюс, к сожалению, я не смог избежать неких спойлеров. Там фанаты, которые были на съемках, сняли несколько кусочков. И я, к сожалению, посмотрел секунд 20 спойлера. Плюс, естественно, я видел отдельные фотографии. Но фотографии это нормально. Фотографии я видел буквально именно со съемок. Просто в каком образе предстает перед нами Леди Гага и Хайкин Феникс. И его дублер, собственно. Интересно. Очень жду. Надеюсь, что все будет хорошо. Прямо очень надеюсь от всей души. Но, как мы знаем, надежда она такая. Она умирает обычно последней. Если они справятся, если они вытянут в качестве таком же, как они сделали первый фильм. Это будет явление крайне-крайне уникальное. И я надеюсь, что смогу с таким же огромным удовольствием сесть и записать уже обзор Джокера 2. Два безумия на двоих. Очень хочется. Но, к сожалению, пока ничего не понятно. Как пойдет, как пойдет. Вот. Так. Продолжаем наш утренний эфир. Не знаю, чем вас еще таким прям сильно развлекать. Но, наверное, давайте перейдем. Поговорим немножко про новости археологии. Потому что, скажем честно, у меня слегка подбамбливалась пара новостей. О которых я хочу вам сегодня рассказать. И, в целом, послушать, возможно, и почитать, точнее, в комментариях, ваше мнение. Так. У нас тут есть несколько буквально новостей, связанных, во-первых, с моей, скажем так, профессиональной деятельностью. То есть, с деятельностью юридической. Один из первых роликов по археологии, который я делал на канале. Он, по-моему, так и назывался. Черные археологи. И там я рассказывал про находку меча из Медиаша, Румыния. Где чувак ходил с металлодетектором и добыл, собственно, раскопал меч. Полностью извлек его из контекста. То есть, он его нашел, выкопал такой радостный. Во, как круто! Захерачил пост на фейсбуке и выловил огромную гору хейта. Естественно, любители приборного поиска, то есть, грабители археологии, черные археологи. Вообще, назвать их черными археологами плохо. Они буквально расхитители, грабители. И не в хорошем смысле расхитители гробниц. Потому что такой расхитительницы гробниц, как старая Лара Крофт в исполнении Анджелин Джоли, мы уже не увидим. А тут мерзкие, плохие люди, которые грабят. Грабят культурное наследие всего человечества. Так вот, вот этот чувак взял, захерачил пост в фейсбуке с фотками этого меча. На него сначала его коллеги поддержали, типа, вот как круто, это крутая находка, поздравляем. А потом историки и просто обыватели закидали его тоннами говна. В результате меч он, конечно, отдал в местный музей. Но главная проблема в том, что предмет полностью вынут из контекста. То есть, полноценно ввести его в научный оборот физически невозможно. И то место, где он был найден, оно физически потеряно для изучения археологами и историками впоследствии. Во-первых, обращу ваше внимание, что археолог, он изучает не только предметы. Он еще и изучает отдельные слои почвы, в которых все это захоронено, глубину измеряет и так далее. То есть, я сейчас говорю крайне упрощенно. Вообще, там довольно объемная работа проводится с самим местом, где проводятся раскопки. Вообще, про археологию у нас в Ютубе рассказывают очень хорошо, очень занимательно. Василий Новиков, кстати говоря, одна его лекция, которую я тайным образом записал из ТикТока, хранится у нас на бусте для подписчиков в закрытом разделе. Можно тоже послушать. Крайне интересное. Так вот. Тут прошло две новости. И буквально я могу сейчас вам зачитать краткую выжимку. Черные археологи заплатят штрафы за раскопки на древних могильниках Владимирской области. Четверо жителей Владимирской области незаконно добыли 999 предметов древней культуры. То есть, тысячу предметов. Что-то мне подсказывает, что граждане занимались этим нехитрым преступным промыслом гораздо больше времени и подняли больше тысячи предметов. То есть, здесь в обвинении 999. Есть такой нюанс, что 999 предметов они подняли с 2020 по 2021 год. Они выкапывали артефакты вблизи деревни Михайлова Муромского района на территории объекта культурного наследия федерального значения грунтового могильника Михайлова-1, который датируется 7-11 веком, раннее Средневековье. Типология предметов, которые были подняты, то есть 999 штук. То есть, фактически они нехило так разграбили могильник и изъяли предметы 62 типов. То есть, это, скорее всего, предметы быта, предметы вооружения. Там есть фотография с предметами, с украшениями, с ювелирными украшениями и мелкими предметами быта. Эти граждане, эти граждане выкопали не просто там один-два предмета, они выкопали и уничтожили, скорее всего, огромный могильный комплекс. Именно уничтожили. Потому что, скорее всего, там с одной могилы можно взять, условно говоря, там предметов, ну, в количестве, пускай будет там 50 штук. Это тоже очень много. А здесь они уничтожили сразу, скорее всего, несколько захоронений. Ну, окей, понятно. Черные археологи, это известная тема. Эти граждане регулярно грабят, грабят могильнички. Но какое решение выносит у нас суд? Ну, во-первых, все предметы изъяты и будут переданы в музей. Это понятно. Но главная беда в чем? Эти люди отделались просто штрафом. Причем штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей. То есть, вроде как там 300 тысяч. Но есть нюанс. Эти 300 тысяч еще не окончательные. То есть, во-первых, приговор, скорее всего, будут обжаловать. Потому что он в законную силу еще не вступил нынче. И добывая такой объем предметов, эти граждане, скорее всего, заработали бы гораздо больше, чем эти 300 тысяч штрафа. По-хорошему, нужно за подобное деяние менять наказание. И менять его наказание в плане ужесточения. Причем, скорее всего, нужно его менять в плане ужесточения до посадки людей на реальные сроки. Конечно, у нас сейчас система, естественно, перегружена гражданами, которые отправлены на посадку. Но тут нужно хотя бы колонию поселения, чтобы изымать таких людей из жизни и заставлять их страдать. Причем страдать серьезнейшим образом. Страдать таким образом, чтобы не просто заплатил штраф и гуляйся спокойно, работай дальше на обычных работах. А так, чтобы на человеке оставалось клеймо. Причем клеймо довольно-таки серьезное, фактически на всю жизнь. Я довольно сурово отношусь к теме черной археологии, особенно в последнее время, по тому объему, сколько появилось копателей, любителей этого приборного поиска, по тому, как разрушается культурное наследие, с каким объемом оно сталкивается, с объемом разрушений. Если, например, заглянуть, например, на аукционы, которые есть за рубежом, там вообще можно офигеть от количества вот таких вот предметов, добытых незаконным путем. Сколько их всего попадает в продажу, как продажу подпольную, так и, на самом деле, уровня аукционов Сотбис, например. Тоже очень интересные предметы. Плюс из всяких добытых предметов, например, в первую очередь территорию Украины, предметов раннего средневековья, там очень много находят шлемов, прочего, причем находят не археологи, а копатели. Эти шлема допиливаются, доделываются, переделываются и продаются, выдаются за шлема, например, периода 12-13 веков и продаются на зарубежных аукционах, их довольно много покупают. В Штатах регулярно всплывают на всяких форумах продажа разных кассочек периода, скорее всего, 9-11 века, которым там наносник приварили, притуфтили, что-то там подвесили, что-то подшлифовали. Вообще тема, конечно, очень страшная, очень сложная. Что вы думаете по поводу того, как надо наказывать неуважаемых любителей приборного поиска? Давайте, пишите в комменты, я с удовольствием почитаю, послушаю. Так, 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 эфир, 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 что-то у меня чат пропал. Ладно, сейчас посмотрим в основном чатике, я думаю, я справлюсь. Так, друзья, хорошо ли играет музыка, не мешает ли она вам? Надеюсь, что все хорошо. Так, сейчас я выдохну, секунду. Так, комментария, комментария. Ну, наверное, где-то отсюда. В музеях эти находки будут в запасниках, скорее всего. У них нет никакой истории. История, на самом деле, даже у предметов, которые изъяты у любителей приборного поиска, у этих преступников, история есть. И довольно часто эти предметы вводят в научный оборот. Но проблема в том, что именно полноценной информации в научный оборот они, эти предметы не могут уже дать. То есть эти предметы могут реставрировать, их консервируют по-правильному, опишут. И довольно часто такие предметы вводят в оборот. Но объем информации научной, которые дадут эти предметы, крайне мал. Большинство информации по ним будут идти с формулировки предположительно. Предположительно. Оно относится к такому-то периоду. Предположительно найден там-то. Потому что точной точки находок большинства просто нет. И так далее. Но нет, эти предметы не будут прямо на 100% похоронены в архивах музеев. Хотя, конечно, это не быстрый далеко процесс ввода в оборот. Вот следующий комментарий Вова Грей. Пока это будет приносить деньги, не думаю, что серьезно что-то и большими наказаниями можно будет изменить. На самом деле, чем строже наказание, чем оно опаснее, тем меньше людей будут грешить этим делом. Опять же, любители приборного поиска можно и нужно ставить, скажем так, на работу. Для того, чтобы они, например, ходили и исследовали территорию, на которой планируется провести раскопки, до официальных раскопок, но не копали. Вообще, работа с прибором, работа с изучением, например, некоторых объектов, где наоборот. Вот есть огромное здоровенное поле, приезжает экспедиция, и там приезжает человек 20 этих граждан с приборным поиском. И они исследуют сельхоз поле. Сама экспедиция своим силами это исследовать не может. А вот при поддержке таких граждан, их, во-первых, должны сначала обучить, как что делать. Они ходят, у них есть сигнал, они, например, могут что-то там чуть-чуть копануть, если сигнал не сильный. И попробовать посмотреть, что это за предмет. Может быть, это какая-нибудь банк-склянка, а может быть, это действительно исторический предмет, который ищут. После чего тут же вызывают людей, которые на углу поля сидят, официальные археологи. Из экспедиции они приходят, и начинается процесс нормального изучения местонаходки. Обратите внимание, последний эпизод новостей археологии как раз рассказывает историю о том, как вот любители приборного поиска в Германии поставлены к работе вместе с официальной археологической экспедицией. И чувак там нашел, собственно, клад. Причем крутейший клад 13 века. Датировки там 12-13 век. И этот клад правильно изъят, правильно описан и введен в научный оборот. Но он практически введен, еще целиком статью не написали. Но самое главное, там уже есть фотографии, краткое описание, что нашли, зачем нашли. И статья, собственно, готовится к публикации в ближайшее время. Посмотрите. Вот. Так. При незаконном изымании золота с земли копателям грозит срок. Почему с археологическими ценностями не так? Это очень хороший вопрос. Вообще, прошлый год крайне интересен на всякие такие вот новости плохие по уничтожению, прям уничтожению огромных памятников, даже там буквально строительной техникой без цели изъятия каких-то предметов. И наказание из статьи там крайне-крайне легкие. То есть часто люди это могут легко заплатить и продолжить заниматься своим преступным делом. Вопрос, конечно, к нашим законотворцам. Как они это оценивают, как они проводят такую вот некую воздействие на работу на людей. Пока все крайне-крайне плохо. И с каждым годом мы теряем просто колоссальнейший объем культурного наследия мирового, потому что эта херня происходит во всем мире. Если вытащить... Так. Класс. Если вытащить поисковым магнитом меч с одной реки, это будет черным копательством или нет? Нет, не будет, если ты вот его вытащил, вот вытащил его тут же, да, этот предмет. Я обращу внимание, если ты его вот так вот из воды вытащил, его надо хотя бы желательно тут же, вот если есть возможность, в ту же воду, из которой ты его вытащил, поместить. Поместить. И тут же вызвать специалистов-археологов. Прямо тут же. Вот ты вот нашел, тут же звонишь. Здравствуйте, что мне делать? Звонишь в ближайший краеведческий музей. Ну, по большей части, да. Ты вот находишься в каком-то регионе, звонишь в ближайший музей, сообщаешь, типа, я вытащил со дна реки меч. Вот фотка в ватсапом там кидаешь, там, или вытащил шлем. И ждешь на месте, когда к тебе приедут специалисты. Тебе могут специалисты сказать, что нужно сделать. То есть там пофоткать местность, сделать там геоточечку, отправить эти данные им. После чего взять там ведро, в котором у тебя лежит этот шлем. Либо набрать в воду несколько там баклажек, завернуть этот меч там в какую-то пластик, в ткань. Главное, чтобы он с воздухом не реагировал. Довести его куда-то и сдать его, чтобы его там залили этой водой. И оставили до момента работы с ним, до процесса консервации. Например, по-моему, в позапрошлом году в Белоруссии вытащили новый шлем на Ронятину в офигительном состоянии, просто из реки. Вот человек его вытащил, в процессе он там, по-моему, реку чистили. И, собственно, достал этот шлем. Вызвал археологов, передал... Вызвал работников музея, передал их музейщикам. Музейщики радостно его забрали, отфоткали, он выглядел красиво, потому что в идеальном практически состоянии. А потом шлемак расчистили, и штука просто в офигенном сохране. То есть у меня, к сожалению, картинки нет. Могу в следующий раз найти и порассказывать про этот шлемак. Потому что уже есть и статья, и фотография со всех концов. Можете набрать Белоруссия, шлем из реки. Там практически сразу выпадет, находка довольно свежая была. Ну, там ей года два, наверное. Вот. По вопросу того, как формируются музейные выставки. Все формируется крайне по-разному. Во-первых, обратите внимание, например, в Гиме сейчас проходят регулярно выставки, которые организованы реконструкторами, которые стали дипломированными специалистами по археологии истории и пошли туда работать. И, соответственно, эти люди прекрасно понимают, что хотят видеть, там, например, мы же реконструкторы и обыватели, и делают выставки гораздо более насыщенными. И многие предметы, да, конечно, муликальные предметы всегда стараются выставить в выставку, потому что это и привлекает людей, которые несут денежки, на которые музей существует. Вот. Но часто проходят выставки, на которые собирают экспонаты, которые никогда бы, например, не попали в обычную экспозицию рядовую, потому что, например, там, 3-2 меча выставляют, там, по эпохе викингов, больше не надо. А вот проходит какая-то тематическая выставка по викингам, и они выставляют 10-15 клинков как раз из этих запасников. Плюс, самое важное, предметы методично описываются, и предметы публикуются в качестве каких-то научных работ, научных материалов. Причем, многие зарубежные музеи, например, переходят к тому, чтобы вообще оцифровывать свою коллекцию. То есть, то, что есть у них и в запасниках, и так они это фотографируют, кратко описывают, не в формате научной статьи, и вводят в публичный уже оборот через свои сайты. Если, например, меч, шлем находят в земле, и вот его нашли, например, чуть раскопали, пускай повредили этот слой, да, земляной, но тут же вызвали специалистов, дальше они смогут его ввести в полноценный научный оборот практически с минимальными потерями. То есть, вы там повредили верхний слой, остальное они как бы все исправят, сделают, тем более, опять же, слой, который там вынут сверху, вот эта земля рядом, ее тоже можно исследовать. Вот, тут, конечно, вопрос такой. Так, далее, далее, далее. Вообще, что у нас происходит? Я уже, оказывается, 40 слихом минут в эфире. У меня, на самом деле, есть еще одна новость, про которую я тоже бы хотел поговорить, она тоже находится в контексте археологии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И снова здравствуйте! Утреннее шоу на канале Вальтера продолжаем. Как-то у меня вышло аж наболтать 50 почти минут, без особого напряга, ну, значит, потенциал есть. При этом я заготовил там ряд тем, о которых мы сегодня вообще не успеем поговорить, и в целом я даже по этому поводу не расстроен, значит, у меня есть еще материал на пару других эфиров. Вот, естественно, завтра меня в эфире с утра, скорее всего, не будет, хотя я не буду, конечно, зарекаться, но с утра у меня назначены спортивные мероприятия. Буду поддерживать себя в форме, так сказать, в форме, сезон близко, вот, надо заниматься спортом. Так, на канале у нас все так же продолжают сидеть граждане, аж 16 человек. Между прочим, для утреннего эфира я так считаю, что это очень прям хороший результат. Я видел, что было даже 18 человек, вот, вижу ваши комментарии про то, что музей занимается сбором информации и накоплением информации для исследователей, да, действительно так. Официальные исследователи могут делать запросы в музей, обращаться к музейным коллекциям, и даже, не поверите, блин, можно получить доступ и возможность работы в запасниках. Ну, соответственно, у вас должно быть определенное образование, определенная сфера деятельности вашей должна совпадать. Так просто вот с понтолыку прийти нельзя. Хотя, по большей части, если все грамотно сделать, даже вот таким людям без археологического и исторического образования, можно, типа как я, например, да, можно получить необходимую информацию, обратившись с правильным запросом в музей. Например, мы получали ответы даже из Ватикана, из их коллекции. И, кстати, с зарубежными музеями гораздо легче, чем с нашими, в плане, там, коммуникации. Получить, там, сканы книг, сканы всяких, например, манускриптов. Там просто это можно, причем можно путем запроса. Иногда, иногда надо, там, заплатить от одного, там, до пяти евро за сканы. Иногда, как бы, сканы очень дорогие, если какой-то предмет прям уникальный. Часто они уже, у них, например, отсканированы, они просто эту цифровую копию продают. Какого-то, например, манускрипта или какой-то работы. Если это какая-то работа в пределах ста лет, последних написанных именно учеными, обычно просто можно купить цифровую версию, либо они лезут в свои книжные архивы, например, сканируют эти статьи, там, в пределах, там, до десяти евро можно получить копию нужных тебе материалов. Это нам, кстати, жизнь крайне облегчает. Очень клево. Вот. Так. Продолжим тему черной археологии. Есть вторая новость. Я ее вам зачитаю. Это как раз из паблика новости археологии. Большой паблик. Там много новостей. Не всегда контент прям очень качественный, но общие какие-то новости, идеи можно всегда вычленить и дальше занырнуть в пучину интернета и загуглить всю нужную информацию для вас. Если вас заинтересовала какая-то конкретная тема. Так вот. Тульского археолога приговорили к штрафу в размере 250 тысяч рублей за незаконные раскопки. Тут, подчеркну, написано тульского археолога. Прокуратура Тулы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, который признан виновным в поиске изъятия археологических предметов из мест залегания в земле, проводимым без разрешения открытого листа, повлекшим повреждение культурного слоя, совершенным с использованием специальных технических средств. Установлено, что весной 2020 года в ковид Туляк незаконно при помощи металлоискателя проводил археологические раскопки рядом с деревней Барыбинка, как ранее сообщал молодой коммунар. Культурный слой на этом участке местности сформировался в раннем Железном веке до нашей эры, первой половине второго века нашей эры и в эпоху Средневековья, 14-15 века. Злоумышленник обнаружил и выкопал из земли 42 археологических предмета второй половины первого века, первой половины второго века нашей эры. Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с запретом заниматься деятельностью, связанной с поиском, с использованием специальных технических средств, с изъятием из мест залегания в земле археологических предметов сроком на два года. Опять же, приговор в законную силу не вступил. Что интересно, пока я еще не нагуглил достаточного количества информации по этому вопросу, скорее всего, нагуглю и сделаю отдельный раздел в новостях археологии. Судя по всему, чувак с археологическим образованием, то есть с высшим образованием, он археолог. Если это не так, то это косяк граждан, которые писали, собственно, статью информационную и давали новости. Самое страшное, когда люди действительно с археологическим образованием, которые дипломированные специалисты, занимаются разграблением культурного наследия нашей страны, либо других стран. Это действительно самое страшное. Во-первых, такие люди знают, как копать, где копать, гораздо лучше, чем непрофессионалы. То есть они могут причинить вреда гораздо, блин, больше, чем все прочие граждане. И опять же, видите, здесь наказание, ну, штраф. Причем не сказать, что штраф-то огромный, там, 250-300 тысяч, ну, выплатить практически любой такой гражданин сможет, просто продав хотя бы большую часть своего оборудования. А дальше где-нибудь подшабашить, подзаработать, купить оборудование заново и отправиться на неизведанные территории. К сожалению, вот такая вот ерунда может происходить абсолютно на регулярной основе. Самое страшное, что новостей о подобных, подобных процессах, подобных осуждениях я увидел за последние полтора месяца, по-моему, 6 или 7. И это то, что прошло в больших СМИ. А если заглянуть в регионалку, там, по-любому, этих дел на порядок выше. Просто они какие-нибудь мелкие, некоторые не доходят даже до суда, из-за, там, мелкого оценочного объема изъятых, там, предметов, там, какую-нибудь мелочь он нашел, и просто этим не хотят даже заниматься на местном уровне. Ох, вообще, конечно, вопрос крайне важный, крайне спорный, крайне сложный в части работы любителей предметного поиска, которые разграбляют нашу историю. Но об этом нужно сообщать. Это нужно показывать, и про это нужно рассказывать. Рассказывать много и объяснять людям, что, изымая любой предмет из земли, предмет, я обращу внимание, который даже там сотню лет лежит, это, на самом деле, уже историческая ценность. Она может рассказать о каких-то событиях, которые происходили 100 лет назад. А я обращу ваше внимание, например, буквально, там, через несколько лет события Второй мировой войны будут насчитывать тоже столетия. Например, вот события Первой мировой войны, они насчитывают уже столетия. Это столетняя история. И срок только увеличивается. Любые находки по теме Первой и Второй мировой войны это исторические ценности. И разграбление этих предметов, пускай их там дохрена найдено, это тоже вредит историческому наследию, потому что, когда там грабят, например, какой-нибудь там дот нашли, где остались предметы, и, возможно, там есть, например, медальоны с именами погибших там людей, и они просто исчезают, то кто-то из потомков, например, не может узнать, где погиб их прадед. Вот такое тоже может быть. В общем, не надо лезть поперед археологов. Это только навредит истории всей страны. Нехорошо. Так, 15 человек на эфире. Ребята, ну круто, что впереди у вас ждет еще час-пятнадцать, час-двадцать веселухи. Ну, как веселухи, просто хорошего контента. Возможно, например, вам крайне лениво сидеть там, копаться в роликах, выбирать какой-то сложный, долгий контент. Но я вот посидел и подумал, что в формате утреннего шоу, возможно, вам зайдет некая подборка материалов или материалов, которых вы вообще еще не видели с моим участием или с участием других людей. Там на моем канале, на канале Комнатный Рыцарь, кстати, подпишитесь на оба канала. Спасибо вам огромное. Если вы уже давно подписаны, я очень-очень рад. Мы с Василием Михайловичем стараемся пилить много контента. А в этом году, кстати, по реконструкции, например, у меня контента будет гораздо больше. Во-первых, объем материала накопился. И есть что еще и снимать в сезоне. У нас довольно хороший сезон планируется по поездкам. Что ж, друзья, пишите комментарии. Трансляция будет продолжаться. Я буду следить за комментариями. Буду, скорее всего, по возможности отвечать прямо в комментариях. Если у меня будет возможность, я в обязательном порядке по завершению запланированного эфира, ну как по завершению, по завершению трансляции в эфир, я, возможно, еще подскочу сюда и еще даже чуть-чуть пообщаюсь с теми, кто будет оставаться на трансляции. Сейчас мы, думаю, потихонечку отключим музыкальный фон. Вот, музыка должна у вас пропасть. И перейдем непосредственно к запланированному дальнейшему эфиру. Никуда не переключайтесь. Обещаю, что будет действительно интересно. Вы слушали последний час Вальтера на канале у Вальтера. И надеюсь, что в следующий час я смогу поддержать ваше настроение в понедельник и задать вам хороший тон на всю неделю. Ну что ж, переключаемся в эфир дальше. Еще раз всем привет! Ну что ж, друзья, спасибо вам большое, что вы были вместе со мной и вместе со всеми нами, кто смотрел утренний эфир. Надеюсь, вам было интересно. Я постарался подобрать так материалы разнообразненько, но в целом по теме большей части как раз Средневековья. Все-таки мой канал рассказывает в первую очередь про реконструкцию 13 века и в целом вообще про историю Средневековья. Вот такие вот дела. Вот такой вот пилотный проект, пилотный эфир утреннего шоу. Не знаю, буду ли я еще делать на какой-то регулярной основе или просто разовые акции в подобный формат. Пишите комментарии и, наверное, в ближайшие сутки посмотрим, как будут люди смотреть запись, какие будут, собственно, оставлять как раз комментарии и надо посмотреть, интересен ли такой формат вообще зрителям. Еще раз всем спасибо. Большое спасибо людям, которые подписались на канал. 6 тысяч зрителей я отметил в эти выходные. 50 донатеров я отметил, 50 спонсоров на телеканале... ой, на телеканале, господи. На платформе Boosty, что тоже для меня очень важно. И я могу рассчитывать на то, что моя работа на канале перерастет в итоге в работу. Вот, хорошего всем настроения, хорошей всем недели. Ну и с вами был Вальтер. Канал у Вальтера. Всем хорошей рабочей недели. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok